друзья всем привет всем доброго дня у меня сегодня тоже загруженный день сегодня воскресенье я собралась ехать к папе в бутово вот возможно ну скорее всего это продлится до вечера потому что дело там много надо сходить к нотариусу надо сходить в мфц будет ну в общем дел много вот поэтому видимо на целый день но это вы посмотрите после небольшого вступления а сейчас мы с вами посмотрим посылочку от тики текс мне пришла посылка тики текс тут всего лишь три позиции я заказала еще тюль которая у меня уже было пять метров но я заказала еще пять метров себе потому что поняла что тюли мне не хватает на окно у меня очень большое окно вот и я заказала пять метров тюль вуаль как у меня и была цвет белый размер 240 то есть высота на 500 вот и здесь у меня тоже 240 тюль просто потрясающе я всем советую девчонки здесь все 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 обработано все краешки посмотрите какая она она нежная такая ну как прям фото фото у невесты пусть по той прям очень красота конечно вот и здесь тоже самое вот все пришло мне все упаковано как всегда хорошо что мне нравится здесь есть сразу лента сейчас я вам покажу такая лента то есть ничего не надо подшивать пришивать то есть по длине вот эти вот так как раньше мы там петельки какие-то шили все это так долго у край хорошо обработан мне нравится вот видите очень хорошо обработан край там есть с утяжелением без утяжеления в общем разные абсолютно и вот такая лента здесь вот кто-то мне еще написал что здесь можно потянуть и сделать сборочки я еще не пробовала но возможно можно я не знаю вот но я еще купила дополнительно крючки чтобы вешать вот потом повешу все вам покажу то здесь все уже есть понимаете все все только крючочки надевайте на вот на эти петельки и все то есть все хорошо пришита аккуратно красиво в общем точно такая же тюль тюль вуаль называется так что кто хочет вот я вам показывала это смотрится очень красиво очень красиво потом когда я все это повешиваю что точно я вам еще раз покажу но сейчас если посмотреть вот будь того речь на это тюль если в сборочку я ее немножко собрала вот она а так она просто просто прозрачная то есть все видно вот для высоких этажей по моему это вообще просто обалденно так что буду вешать ссылочку я вам как всегда оставлю под видео на эту тюль кому нужно покупайте я просто вам рекомендую просто рекомендую внизу тоже видите тоже есть каемочка такая то есть вообще очень очень красивая очень прозрачная мне она очень нравится она очень нежно смотрится дальше я заказала на остатки денег у меня там было и я заказала такую ночную сорочку я даже не знаю я ее не буду наверно мерить если только сверху на себя надеть она потому что вся прозрачная она что-то стоит в районе 300 рублей она вот с таким рисунком вот видите вот зеленые такие каемочки то есть прям вот такая сейчас попробую надеть ее я шортиках мальчики попробую ее надеть посмотреть что получится но я его надела конечно бюстгальтер и на шортики вот но вам так покажу просто вот так она смотрится она коротенько здесь у нее есть вот такие разрезики которые тоже здесь ленточки которые тоже можно подтянуть вот так утянуть немножечко тоже можно утянуть а по сути вот так смотрится здесь я тоже ее отсвечивает еще я здесь ее тоже утянула вот видите я ее здесь утянула на бантик завязала то здесь такие рюшечки она такая прям совсем недорогая но в общем я думаю на остатки возьму посмотрю в общем вот такая для лето ну понимаете в ней даже можно когда жарко в дома ходить просто вот как бы я спать в сорочках не люблю особо я в футболках люблю спать но в ней вот когда совсем жарко можно просто ходить дома как сарафанчики все вот такой сарафанчик так и следующее у меня вы все пишите мне всегда что у меня очень и очень мне идет зеленый цвет я сама тоже это вижу и мне я когда отдыхал в пиццу где у меня толстовка зеленого цвета мне там тоже все делали комплименты гатера зеленый цвет тебе просто потрясающе я заказала себе вот такой спортивный костюм ярко-зеленого цвета вот сейчас примерю посмотрим это заказала побольше размер 54 вот потому что я не хочу чтобы толстовка была в обтяжку а штанишки не знаю уж как будут ну в общем заказал 54 потому что когда вещи стирается из хлопка то это тоже все подсаживается вот поэтому буду смотреть друзья сейчас будем примерять изумрудный костюмчик давайте я вам его так сначала покажу по качеству конечно обалденный но в тики тексе всегда вещи по качеству очень хорошие тут приспущен рукав я так понимаю все прострочено хорошо конечно же так 54 размер и это стопроцентные 95 клубка и 5 лайкры укороченные немножко футболка ну как бы костюм с коротким рукавом так он считается летним таким костюмчиком брюки на веревке на резинке два боковых кармана так сзади здесь вот такой вот шевчик проходит небольшой завтра кстати дуны маникюр другой так и штанишки по моему укороченные как я понимаю штанишки по моему тоже укорочены но сейчас будем мерить и смотреть слушайте но мне очень нравится вообще шикарно возможно я в нем завтра поеду на работу потому что нам уже сказали что мы будем работать в понедельник не знаю как другие но у нас будет рабочий обычный день так показываю костюм значит 54 размер правильно я сделала что заказала 54 размер чтобы футболочка была свободна прям отлично так смотрим померила по черной кроссовки по бокам как я вам уже сказала есть два боковых кармана материал девчонки просто шикарный это такой плотный плотный хлопок как футболочный материал как футболки но он чуть-чуть поплотнее чем футболки ворот мне нравится мне нравится приспущенный красивый рукавчик очень очень классный штанишки немножко укорочены вот как вы видите получается где-то чуть выше щиколотки прям очень-очень мне нравится цвет обалденный вообще цвет прям летний сочный такой очень вообще шикарно шикарно девчонки заказывайте заказывайте обязательно кто любит такие яркие цвета это просто под белые кроссовки под черные и под ярко-розовые пойдут под любые ну вообще очень и штанишки такие хорошие и брючки это 54 размер тоже мне в общем то как раз до 54 размер даже если они чуть подтянут они более таки будут узкие здесь они немножко сейчас не так широковаты но мы это не страшно смотрится он просто потрясающе мне очень нравится так что рекомендую девчонки девочки заказывайте не пожалеете тоже ссылочку на костюм я оставлю вам под видео и прикреплю как всегда в комментарии прикреплю в прикрепленном комментарии сразу под видео но советую девчонки советую очень красиво очень но прям вообще замечательно это весна вообще вот куда-то поехать на отдых взять его с собой он просто такой дышащий чувствуется он легкий цвет вообще потрясающе сочный такой зеленой зеленой трава знаете такая и сочная летняя зеленая травка ну я думаю вы оценили все но все девочки я побежала переодеваться и еду в бутово к папе поехали со мной друзья всем привет всем доброе утро я как всегда с помоечки выкинула мусор ненужный и собралась ну оделась так же как вчера была одета футболку вот эту из пола в турции покупала классная на солнце так переливается вот это все красиво очень ну это хлопок чистый шелковые брючки такие синенького цвета голубенького собралась еду в бутово к папе к сестре еду по делам тоже в мфц еще к нотариусу вот но не знаю что буду снимать что не буду сейчас папе отдам кружку отдам фотография папе две банки варенья еще ему везу клубничного который ему наварила вот так что ну нотариуса навряд ли я буду снимать там у папы не знаю может быть поснимаю может быть не поснимаю в общем как получится друзья поэтому сейчас собираюсь дороги вроде свободные вообще я уже передумала и как бы сказала что я никуда не поеду вчера сестре позвонила сказала у нас сегодня нотариус на 12 часов время сейчас 10 без 10 10 вот я вчера позвонила говорю с нашими событиями которые вчера что вчера происходило у нас стране вы все знаете и конечно я тоже знала и вчера я просто не не хотел затрагивать эту тему было ничего не понятно дороги свободные как ни странно вроде перекрытия особо нет туда куда я еду но я еду как раз на юг на варшавку то есть в южное бутово вот это направление тула как раз там вот это юг то что было там перекрыто но в каширка варшавка но посмотрела вроде как нормально так что поеду все наладилось слава богу вчера конечно мы вчера все очень сильно перенервничали ко мне приходила соседка лена мы вечером с ней сидели выпили венца даже немножко потому что я глян надо расслабиться я горну просто мы сидели с ней у телевизора смотрели новости вот весь вечер у нее родители в липецке живут как раз вот и сын в липецке нервничали нервничали очень нервничали у нас по дороге тоже проезжая военная техника я видела сама лично два огромных вертолета летела вот поэтому было конечно жутко жутко если честно было жутко вот но я говорю лен слава богу что мы с тобой рядом она сейчас одна тоже у него муж командировки вот и и сын у нее там в липецке никитка вы видели которым я часы тогда дарила вот и я говорю если что лен будем держаться вдвоем я говорю как-то вдвоем хоть не так это страшно вот так что но слава богу слава богу все наладилось господи спаси сохрани конечно потому что было страшно до переворот такой никому не хотелось бы ну ладно не будем а грустно будем а веселым погода шикарная 20 градусов на улице но ощущается как все 26 на улице очень тепло даже так когда я вышла свиньи утром гулять тоже очень тепло а насчет рука уже устала держать по поводу вчерашней записи которые я вам вечером выставила другую уже запись синяя лу пугачёва какая там у меня песня просни сипой по-моему да вы видите как от этой от кофты отсвечивает просни сипой это тоже запись очень давно записывалась уже и как бы они у меня просто есть в памяти я вам ее выставила вот ну тоже всем понравилось спасибо вам огромное но я вообще очень люблю петь я уже об этом говорила у нас и семья вся такая музыкальная как бы илья у нас играет на инструментах на разных сам обучился всему писал музыку одно время очень хорошие кстати вот максим у нас на нервах любит поиграть и и как бы максима есть слух хороший он неплохо поет на самом деле если бы он развивал свой голос и пел бы чаще у него шикарно просто получается он тоже умеет играть на гитаре вот лиза у нас вообще певица лиза вообще умничка молодец просто лиза конечно я вообще ей восхищаюсь она вообще молодец и хороший хозяйка хорошая мама и прекрасная певица вот так что общем все у нас прекрасно ладно еду домой домой говорю еду туда в будто вам всем еще раз большое спасибо за лайки за комментарии за добрые спасибо вам друзья спасибо огромное друзья но еду мкад совершенно свободный совершенно свободной нигде пробки нету обычно всю эту дорогу пока я проезжаю здесь обычно пробка тем более в субботу воскресенье постоянно пробки просто все свободно и на въездах и на выездах с каких-то дорог с круговых вот движений с параллельных вот этих дорог разных с выездов с въездов в москву везде стоят огромные грузовики до сих пор стоят стоят вот эти вот машины поливалки оранжевые большие рефрижераторы если я правильно выговорила машины то есть их очень много как бы но понятно что они стоят для перекрытия дороги вот сейчас где-то если увижу покажу вам что везде стоят вот огромные машины как бы еще их не убрали как бы техники такой военной по дороге я не вижу а вот машины для перекрытия движения я вижу очень много но дорога просто пустая вы видите я еду вообще замечательно то есть обычно я к родителям по три часа добираюсь по три часа вот а тут получается за час я уже доеду то есть вообще мне надо было 12 я к 11 уже приеду здесь выехал в 11 абсолютно пустая дорога вот справа тоже стоит техника вся видите вот она на она здесь стоит не просто так она стоит для того чтобы перекрывать движение если что еще стоит и бтр так а здесь стоит вообще военной техники очень много и машины и бтр и в общем еще до сих пор все стоит видите так что возможно они сейчас уже будут отправляться к себе куда-то приехала к папе кстати 10 55 без пяти 11 приехала еще маленькая пробочка там была ремонт дороги вот прям быстро доехала игры дороги пустые вообще супер супер у них хорошо так здесь тоже как на даче дворик хороший у них мне нравится здесь рядом школа здесь дворик такой тоже все зелененькая детская площадка очень хорошая ой папа кричит иду иду к тебе иду папа там выглянул увидел меня здесь вот школа прям а вот чуть дальше я вот говорила вам прямо за деревьями там станция бутово очень удобно сейчас посмотрим как папа отреагирует на мой подарок я надеюсь что он будет рад потому что я знаю что он хотел да он хотел фотографии норкина чтобы вы там не писали но у них была другая еще собака тоже жанна она умерла еще когда там жили на щелковской вот и у него тоже есть ее фотография стоит серванте он всегда не смотрит вспоминает ее не знаю я бы тоже как бы фотографии свиньи если бы у меня было вот так я бы тоже как бы нормально отнеслось ну каждый по-разному друзья относится каждый по-разному поэтому все закрыла от солнца что ли мой чистота порядок у папочки господи какой молодец только вот мама не хватает как входишь сразу слезы невозможно ну папа чисто все молодец ну вот плита только немножко в прошлый раз яму здесь отмыл а вот так хорошо все чистенько молодец так ну вот ему две банки варенье 2 банки по 05 сейчас кружку пока спрячу конверт пускай раскроет посмотрим кружку пока уберу сумку смотри я тебе 2 банки варенье принесла это в их убери в холодильнике храни в холодильнике храни их а это вот посмотри чуть здесь открой ты хотел фотография ну вот это хорошая фотография мне нравится получилось тоже здесь и ушки стоят на где обрезаны это вот здесь она лежала да она сама а вот еще пап смотри ну это такой вот в эти купе рамки в эту рамки раз я вот с маринкой можно еду экспресс вот такие маленькие рамочки бывают да бывают клубничная нежно рад штанишках модных наделась сестра моя мариночка новые знаете стройная все говорят какая сестра стройная марин ну поздоровьтесь с моими подписчиками такая сайталия не все у нее молодец мне нравится ваш двор у вас здесь хорошо тихо спокойно и много зелени да так нам уже с мфц общем все не мой день опять ничего не получилось потому что я свидетельство рождения забыла дома болит голова купил спазмолгон а где маринка я сказал что он вернулся это тёмка сын маринки не повернись тём буду пить очень сильно болит голова прям вообще ужасно у нотариуса просидели два с половиной часа и в общем сюда приехали к нотариусу тоже еще надо будет возвратиться в общем короче время три часа я приехал двенадцать уже четвертый час ой в каком двенадцать я приехала или во сколько а ну да без в одиннадцать я приехал сюда в один сестра тоже голова болит еще мы вдвоем с ней и ей тоже таблеткой угостила вкусно было таблеточка привет муля мулечка привет привет по по сумкам то все любят у меня вене тоже самое первое сестре пришли в гости сестре мулечка красавица красавица да мама пришла до радуешься радуешься тоже тоже попрошайничай да муля мулечка у нее такие глазки красивые прям пуговки сейчас покажу не как вот как и глазки показать вот она будет муля муля вы знаете какая красивая вообще обалденная это вот из приют собачка из приюта соскучилась сколько ей сейчас 44 еще молодым она стерилизованная ее еще там стерилизовали же да когда пересылали сюда так сейчас покажу что мы покупали здесь значит у нас пирожное одно это показаться прага по моему да прага потом вот такие вкусненькие с безе какие-то вот для безе и ну как тесто такой сверху теперь здесь у нас у я даже забыл как это называется как-то щербет с черной смородины или как не щербет как-то называется тоже очень классно тоже такой вкусно а это карамельный как карамельные по моему карамельные тоже пирожные пончики сахарной пудрой вкусняшка и это ну-ка достань это с изюмом такая плетеночка мы покупали мы голодные абрикосы купили и сливы еще сейчас будем все это кушать кушать а и ты тоже будешь да колбаска какую ты купила колбаску ой я сама колбаски хочу я тоже на бутербродик съем хочешь тут не сладкое что-то такое давай так ну чё тут посмотрим у маринки цветы вот это красивый мне нравится цветок как называется традисканция и название такое у него да красиво так это у нас это будет фиалка пока еще у тебя да ну чё-то сухая марина сухая видишь сухая а вот это обожаю как у бабушки всегда был листики так потрешь и руку нюхаешь герань обалденно пахнет вообще мне раньше тоже был ноги ранее сейчас уже нет это напротив папин дом кто переживает что я к папе редко езжу есть там такие они с таким негативом не пишут что вот она к папе редко ездит ну во первых я работаю кто знает тот знает да во вторых у меня сестра вот живет соседнем доме папа подпись на вот марина вы колбаса называется бутербродная я говорю как русская это в купила в как называется магазин в ермоле на в ермоле марина горит очень вкусный колбаса как вот раньше будет вкусная такая была вот тоже пока мульки да ну-ка ну-ка ой молодец умничка давай какие команды она такая пятница тысяч по бокам ой молодец ой молодец молодец вот такая умная девочка